Светлана. Не забудьте заглянуть на мой канал и подписаться по длине. У меня сегодня такой вопрос к вам. С чего вы начинаете свое утро? Как вы начинаете свой день? Ну естественно, если вы не работаете. У меня утром бывает иногда и в 12 часов, иногда и в 8 часов. Это все зависит от того, когда я лягу. И естественно, первым долгом, когда я просыпаюсь, я смотрю на погоду через окошко. А если солнышко, то я позволяю себе выглянуть на балкон, выйти. Сначала я на небо, потом на панораму, пониже. Ну и от погоды зависят, естественно, мои планы. К вашему вниманию я предоставляю Мерсир, Мизитли. Это район Мизитли. В основном это спальный район. Здесь, знаете, как спокойно по вечерам, ночью вообще ни одного звука не слышно, ни машины не едут, ничего. Все так идеально. Тихо. Я когда-то первый раз приехала, ужаснулась от того, что мне не хватало этого шума, машин, музыки, людей. А здесь так тихо, я думала, господи, ну где я, не в раю я нахожусь. Ну, ко всему со временем привыкаешь, как всегда. К счастью, здесь такие районы есть. Ну вот, о чем я хотела с вами поговорить. Немножко хочу познакомить вас с территорией, где я нахожусь, где я живу. Вы перед собой сейчас видите парк, сказочный парк называют его, Масали парк. Посмотрите, какой он большой. И даже до позднего вечера здесь играют дети. Вот смотришь иногда летом до 11 до 12 часов освещение, есть парк, естественно. И очень много людей, они сидят вот за этими столиками. Немножко попозже даже будут устраивать пикники. Приносят еду с собой, группами. Огромными группами они так проводят свои дни. А в субботу-воскресенье этот парк заполненный. Вот здесь, рядом справа, наша речка. Канализационная я ее называю. Все равно она, эта вода идет в море. Вот, в общем, за ней там, подальше. Если идти прямо, то через 10 минут я уже нахожусь на берегу. А этот наш базар. Один раз в неделю, по понедельникам, нам привозят овощи, фрукты, зелень. Ну, там разные тоже. Вкусняшки, сладкая и рыбу можно купить. Но в основном здесь торгуют зеленью, овощами и фруктами. Вот мы делаем один раз в неделю закупку. Нам хватает на неделю. И в течение недели у меня нет головной боли пойти купить фрукты, овощи. В общем, мы делаем большие закупки. И, кстати, вчера я только не ходила, мой муж сам ходил. А так, вот если я хожу, где-то, где-то получается 50, от 50 до 70 лет вам хватает на овощи на неделю. Ну, фруктов я покупаю много, потому что я фрукты очень люблю. Иногда часто устраиваю себе разбылочные дни. Иногда только сижу на яблоках. Особенно вот, когда я вернулась после деревни Кападокии, я 5 дней сидела на яблоках. Первый день это было очень трудно все. Ну, когда у меня было чувство голода, я заедала его яблоком. Но оно быстро приходило вновь и вновь. Я ела яблоки, яблоки ела. И, знаете, уже на второй день у меня уже было такое отвращение к идее и ко всему. Я уже привыкла. И вот каждое утро я начинаю с вами. Ну, естественно, выхожу на балкон. А затем я пью чашечку растворимого кофе. Это обязательно. Мои мозги и начинают хорошо работать. Голова соображать. И начинаю заниматься приготовлением завтрака. Хавалты. И вот сейчас... А, вот я опять отвлеклась от моей темы. От обзора панорамы с моего балкона. И вот я хочу показать вам, что находится дальше. Это Диами. Несколько, 6-7 раз в сутки проходит пение на весь район. Ну, один раз мы успели вам это послушать. Ну, а так вроде бы ничего интересного там дальше у нас. Вот с той стороны. Мы живем в центре. У нас справа и слева очень большие улицы. Посмотрите вот туда. Если вы пройдете, тоже выход на море. В общем, с правой стороны, куда вы не идете, вы выйдете на море. Уже 15 минут. Вот этот самый короткий путь, как я вам сказала. Я вот туда занимаюсь спортом. По утрам хожу на берег. Я вот иду этой дорогой. И через 10 минут я уже на берегу. И потом туда, 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 туда вдоль по набережной. Шагаюсь здесь. Ну, у меня есть и другой балкон. Я вам покажу другой раз панораму с другого балкона. Но это самое красивое. А летом сейчас у меня балкон немножко не в порядке, потому что он пустой. Летом у меня здесь много цветов. Я выношу цветы на этот балкон. Устраиваю себе такие посиделки, подушки здесь. В общем, с утра я даже на балконе пью свое любимое растворимое кофе. И болтаю по телефону. С дочкой, с внуками, с мамой. И так начинается у меня утро. Как у вас начинается оно? Напишите в комментариях. Я вам обещала дать послушать. Слушайте, пожалуйста. Шесть или семь раз в сутки они поют. По началу я реагировала на это, а сейчас привыкла. Иногда в пять часов ночи, иногда в шесть начинают. Минуты две-три. Продолжается иногда пять. А это небольшой базарчик. Здесь продают вторичные вещи употребленные. У кого есть что дома, не носят люди. Они все выносят сюда и продают. Ну, кстати, многие покупают. Но кто именно покупает? Очень часто я вот вижу в сирийцах. Они вот здесь отовариваются. Есть малоимущие, которые не могут купить что-то в магазине. И вот все приходят сюда в надежде приобрести себе какую-то новую обновку. Это все находится у нас рядом с домом, под домом. И в понедельник тоже, когда базар, они тоже собираются здесь. Но их разгоняет Мерия. А сегодня вот спокойно они занимаются своей торговлей. Вот такая вот у нас Турция. Приезжайте к Турции. Открывайте ее для себя. Я на кучке нахожусь. Включила мой чайничек. Он у меня закипел. Воду я налила вот с такого баллона. В пищу мы употребляем только профильтрованную воду. Мы набираем ее на первом этаже специально из крана, где будет чистая профильтрованная вода. То есть в крана мы не употребляем пищу, потому что она очень хлорированная и невкусная. Я вообще даже не пробовала на вкус, потому что панически боюсь ее употреблять. Кстати, зелень у меня я храню таким образом. На неделю мне хватает водички. Сейчас я заварила свой кофеечек. Он готов к употреблению. Попробую на вкус. Кстати, кофе я пью и чай я все без сахара. Я сахар вообще не употребляю, потому что я отвыкла уже от сахара. Сладости очень люблю. Обожаю. Я без них просто не могу. А в чистом виде сахар я не употребляю. И сегодня я планирую продолжить свой разгрузочный день, яблочный день. Яблоки кисло-сладкие такие. Я их очень люблю. Кстати, эти разгрузочные дни, яблочные, помогают быстро потерять набранные килограммы. Особенно я набрала пару килограммов после деревни. Вот сейчас я уже их потеряла. Всем приятного настроения и хорошего дня. Я приготовила завтрак моему мужу. Чай, естественно. Самое первое. Это чай. Специально такой. Чай Далык называется. Здесь мы засыпаем сюда заварку. И она должна минут десять заливаем кипятком. И она должна минут десять постоять. Вот смотрите, что это один из завтраков. Что я делаю? Завтрак это какое-то такое традиция. И я готовлюсь, обдумываю, когда встаю, чтобы такое приготовить. И такое трепетное чувство, как будто ты что-то должна придумать необыкновенное. Ну, это я так думаю. Так вот, сегодня я ему приготовила яйца пашот. Под видео будет рецепт, как я его, как эти яйца я сварила. Они провариваются в кипятке. Отварные, но вот именно такой вот красивый вид у них. И я их посыпала перчиком и все. Картошечка, естественно, чай, маслины черные, зеленые и салатик. Вот такой вот завтрак я приготовила моему мужу. Приятного аппетита!